Очередная посылка не из Китая, а с оборзевшего местного интернет-магазина. Почему с оборзевшего? Потому что этот магазин нарушает закон о правах потребителей. Но это я вам расскажу чуть позже, а сейчас давайте с самого начала. Как же я на этот магазин наткнулся? Значит, всеми нами известная Nokia Asha 305, на этот раз на этом телефоне приказал долго жить экран. Хотя телефон не захотел ждать экран с Китая, сказал, что это очень долго, ему надо побыстрее, там как минимум не дольше недели. И поэтому мне пришлось заказать в местном интернет-магазине. И более-менее по адекватным ценам экраны были только на пром.ua, то есть на этой торговой площадке, где барыжничают всякие беспредельные барыги. В остальных же там интернет-магазинах там вообще по 300 с лишним, в некоторых даже по 400, я не знаю, кто у них покупает по такой цене. На пром.ua я же находил от 160 там до 300. Но, как выяснилось, все такие, которые дешевые по 160, там по 180, это продавали какие-то непонятные шарашки, которые обманывали покупателей, или вообще тупо ничего не высылали после предоплаты. То есть обычный лохотрон. И в этом списке жуликов нашел там один интернет-магазин, у которых были по 160 и по 185. Почитал отзывы, ну, более-менее как бы отсылают, но бывают такие случаи, что или не рабочий приходит, или не того размера. Ну, я решил рискнуть и заказать в этом магазине, потому что там уже остальные цены начинались от 240 и дальше. Ну, перейдя на сайт этого магазина, я выяснил, что гарантию никакую они не дают на товар, даже там полгода. А гарантии они называют 14 дней. То есть от закона правопотребителей, в течение 14 дней, когда может покупатель вернуть товар, если он бракованный, не рабочий, не подходит по размеру, или просто даже цвет не подходит, там вот не уписывается в интерьер, должны обменять товар, или если такого товара у них нет, должны вернуть деньги. Здесь же они этот от закона правопотребителей называют гарантией 14 дней. Все как бы нормально, но дальше написано, что обмен товара, пересылка обратная и назад покупателю за счет покупателя, не за счет магазина, как это должно быть, потому что покупатель как бы здесь ни при чем, потому что магазин вам продал нерабочий товар, и всех нормальных магазинах это правило соблюдают, забесплатно меняют. В этом же написано, что покупатель должен за убитую вещь заплатить три раза за доставку. И этот прикол мне вообще не понравился. Я позвонил в этот магазин и спрашивал, вот, говорю, у вас есть дисплей на Nokia, а что, кстати, говорю, почему-то две разных цены, одна 160, другая 185, это в чем прикол? Она говорит, ну, 160 это не оригинальный, а 185 это оригинальный. Я говорю, в смысле оригинальный это как? Говорю, на официальном заводе Nokia сделан или что? Она нет, в Китае сделан, говорю, а этот не оригинальный. И оригинальный тоже в Китае. А в чем-то разница, если то и то в Китае. Но этот, говорит, качественный. Ну, ладно, думаю, хрен с тобой. Качественнее так качественнее. Мне, говорю, еще интересует такой вот вопрос. А вы, говорю, проверяете их вот перед отправкой? Она, ну, как, внешне проверяем, что после вот непобитой, был там не поцарапанный, а так работает или нет, мы не проверяем. Ага, говорю, значит, такой вот вариант может быть, что он нерабочий, он приходит ко мне, и он нерабочий. Может быть, она. Ну, да, может быть. Говорю, следующий тогда у меня такой вопрос. «А какого я должен хрена платить за нерабочий товар, чтобы назад отослать?» «Вообще, я говорю, в курсе о законе прав потребителей или нет?» «В течение 14 дней должны забесплатно поменять товар. А вы мне присылаете убитый товар, а я за него еще должен за отправку туда и назад заплатить». «Я говорю, с какого перепуга такие приколы?» «Она такая, я некомпетентна в этом вопросе, сейчас со старшим соединю». Берет трубку чувачок, это я с мадам перед этим общался. «Какие у вас проблемы?» «У меня никаких проблем нету. Мне вот просто интересно, почему вы, говорю, нарушаете закон прав потребителей?» «С какого перепуга я должен платить за обратную доставку и потом повторно за доставку, если вы прислали мне убитый товар?» «Вы даже, говорю, должны не то, что там нерабочий прислали. Вы даже должны, если по размерам не подходит или по цвету, должны забесплатно менять. А это, говорю, вы прислали нерабочий и я еще за него должен заплатить. Я говорю, с какого перепуга?» «Ну, вы считали там у нас на сайте?» «Я говорю, что дальше?» «Это у нас такие правила. А если вы прочитали и делаете у нас покупку, вы соглашаетесь с нашими правами?» «Здрасте, приехали. А с какого перепуга вы там создаете какие-то там новые правила?» «То есть вам, говорю, закон Украины, говорю, по боку, да?» «Вы на него какать хотели?» «По закону должны обменять вы бесплатно, а вы там какие-то придумали, говорю, свои правила, и за нерабочий товар покупатель должен заплатить три раза за доставку. Это что, говорю, за беспредел?» «Он такой, ну, не нравится, не покупайте у нас. У нас вот такие вот правила. Не хотите, идите покупайте в другой магазин. Я так вижу, вы не хотите у нас брать. Нет, я говорю, цена ваша нравится. Я говорю, хочу вас купить. Но вот такие вот приколы, что мне придет нерабочий дисплей, я должен за него буду заплатить за обратную доставку, обмен за мой счет. Это, говорю, мне такое вот не нравится. Это вы, говорю, закон нарушаете. Нет, это у нас такие правила, не нравится, не покупайте. На этом, как бы, разговор закончился. Ну, думаю, хрен с вами, беспредельщиками. Думаю, закажу наложкой и на почте проверю. Ну, кстати, на новой почте просто так проверить нельзя. У меня хозяин отделения мой знакомый, поэтому, как бы, вот мне проверить получилось. Если у вас нет знакомого хозяина отделения новой почты, то вы его на работоспособность только сможете проверить дома. Это насчет того, что не проверишь. Но, так как у меня такая возможность есть, я решил заказать наложкой, а не предоплатой. И на почте, на всякий случай, проверить, рабочий или нет. То нафиг мне надо, а если он не рабочий, то я сразу назад ее отправлю. Чтобы потом три раза не платить за доставку и обмен. Так вот, делаю я заказ вечером. Никто мне не перезванивает, хотя написано, что 9 часов эта шарашка работает. На следующий день позвонили мне аж в 12 часов. И заявляет мне мадам, что получили ваш заказ, стоимость заказа будет 242 гривны. Я говорю, что я говорю, с какого перепула 242 гривны, если у вас на сайте написано 185. Она говорит, за 185 уже закончились, у нас вот есть только 242, новая партия. Я думаю, ну ладно, хрен с вами, потому что там цены дальше начинались тоже от 240. Ну думаю, ладно, 242, так 242. Хорошо, говорю, высылайте. И на этом прикол не заканчивается. Приходит смс-ка, шла ваша посылка. К оплате 360 гривен. Я немного подофигеваю. Это думаю, что за хрень? Это что, доставка 100 гривен стоит? Или что за нафиг? Позвонил в новую почту и оказывается, что дисплей стоит не 142 гривны, а пришел мне за 192 гривны. В принципе, как бы можно было и отказаться. Но я сказал хозяину, что вот такой вот прикол, что делать, отказываться или будем брать. Он сказал, что не хочу я ждать еще неделю. 292, так 292. И посмотрите, вот в какой коробочке это все пришло. Вот это жесть полная. Вот так вот это все упаковано. Вот такая вот страсть. Вот так вот эта шарашка упаковывает экраны. Жестяк полный. Но хоть тут лирков вернули, а не просто положили. Дисплей я уже проверил на самом отделении. Ключился. Вот так вот выглядит здесь. Нарисовано, что он 2018 года. Здесь вот наклеечка оригинал. Скорее всего, они сами ее рисуют. 305. А здесь написано по-русски. Дисплей Nokia Asha оригинал. Но это, скорее всего, эта шарашка клеила. И как видите, подходит не только на 305-ю Норпио. То, что дисплей такой вот подходит и на 306-ю, и на 308-ю, и на 309-ю, и даже на 310-ю. Так что этот дисплей не только на 305-ю Ашу подходит. Дисплей рабочий. Могу даже показать. Вот, смотрите. Все включилось. Все у нас работает. Но, конечно, цена жесть. Если бы это покупать в Китае, то это было бы на 150 гривен дешевле. Потому что в Китае такие вот дисплеи стоят по 200 гривен. У нас же получается 250. Да, забыл еще сказать, что у этой шарашки немерено страниц на Prom.ua. Я вот именно заказывал на Mobile Parse. А у них там еще там Mobile Log. Там, ну, короче, Mobile, и там окончание другое. Там штуки 4 я точно находил. Сами страницы. Плюс сайты, которые у них на площадке, на самой там можно делать сайты. Свой домен добавляешь и делаешь магазин свой. И находил даже отдельно в интернете их магазин. Магазины называются по-разному. Но по номеру телефона я определил, что это одна и та же шарашка. То, что номера телефонов одинаковые. На этом как бы все. Вот такие вот бывают беспредельные интернет-магазины. Кстати, забыл сказать, что знакомая покупала ноутбук в другой шарашке. И там тоже магазин беспределил. Выслал ей бракованный ноутбук. По закону прав потребителей должны были поменять за бесплатно на новый. Но никто за бесплатно и не поменял. На новый отремонтировали этот. И получается, как бы она покупала новый, а ей бэушный продали отремонтированный. Вот такие вот беспредельные магазины бывают. Так что пром.ua шарашка еще та. Тут беспредельят, наверное, еще покруче, чем на уликсе. Потому что на уликсе можно пожаловаться на барыгу, который вас обманул, показать, что вы там чеки заплатили и его страницу забанят. На пром.ua же я знаю конкретно магазин одного жулика. И там жалоб на него немерено в комментариях. И до сих пор этот магазин никто не прикрыл. Так что вот такие вот жулики могут быть на пром.ua. А на этом уже точно все. Кому понравилось видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Субтитры сделал DimaTorzok